Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Джованни Батисса Бельцони, итальянский археолог, коллекционер, известный как Шакао Пустыни. Родился в Падуе, Венецианская республика в семье местного парикмахера, в которой было 13 детей. Его семья была родом из Рима и он провел там большую часть своей юности. В возрасте 16 лет поступил в монашеский орден и планировал провести свою жизнь как монах. Но в 1798 году оккупация города войсками Наполеона вынудила его покинуть Рим и заставила сменить карьеру. Он вернулся в Падуе, изучал гидравлику, а затем в 1800 году уехал в Нидерланды. В 1803 году переехал в Англию, где женился на англичанке Саре Бейн. Жизнь молодоженов была довольно суровой, так как им приходилось работать в цирке, чтобы обеспечить себе еду. Они выступали на ярмарках, на улицах. Его прозвище было Великий Бельцони. Эта карьера длилась 10 лет. После ухода из цирка в 1812 году Бельцони отправился на Мальту, где познакомился с офицером Мохаммеда Али Паши, который пригласил его в Египет. Бельцони обнаружил гробницу принца Метухир Хоппешефа из 20-й династии и гробницу Рамзеса I, первого царя 19-й династии. Как он написал в своем дневнике, рисунки в гробницах сохранились так хорошо, как будто они были сделаны накануне. К сожалению, наводнение нанесло значительный ущерб гробнице, поскольку вода проникла через вход, оставленный после ухода Бельцони. Бельцони был первым, кто вошел в пирамиду Хефреяна, вторую пирамиду Гизы и увидел саркофаг. Он также был первым европейцем в наше время, посетившим оазис Бахария, который, по слухам, был оазисом Сива. Он также идентифицировал руины Береники на Красном море. Я пользуюсь переводной Википедией. Джованни Бельцони был необразованным ученым, археологам-любителям, которым двигали острые ощущения от охоты за сокровищами и быстрые деньги, полученные от продажи артефактов коллекционерам. Его раскопки проводились непрофессионально и иногда приводили к уничтожению оригинальных произведений искусства. Бельцони часто считали расхитителем гробниц. Однако он работал в то время, когда археология все еще была любительской наукой и когда изъятие произведений искусства для их выставки в музеях считались предпочтительными. С точки зрения современной археологии такая практика может рассматриваться как мародерство. Несмотря на это Бельцони считается одним из пионеров египтологии, чья работа стала началом более поздних исследований Египта. Без научных исследований Бельцони египтология была бы лишена ценнейших материалов, большая часть которых могла пропасть бесследно и навсегда. 19 мая 1815 года он покинул Мальту и смело отправился в отпустошенную чуму Египет, где оставался с семьей до 1819 года. Бельцони замечает. Здесь меня посетила фортуна стать открывателем многих останков древности этой древней нации. Я преуспел в открытии погребения двух известных пирамид Гизы, несколько гробницарифьевых, прославленного бюстом молодого Мемнона, который я выез из Фив, сейчас он находится в британском музее, и алебастрового саркофага, найденного в гробнице царей, который тоже сейчас движется в Англию, так писал Бельцони. В 1822 отправляется в Россию, где встречается с императором Александром I, затем возвращается в Лондон по дороге, заехав в Финляндию, Швецию и Данию. В Париже снова открыл выставку, но эта экспозиция не имела столь большого успеха, как в Лондоне. Оригинальные изображения, открытые Джованни Бельцони в египетской царской гробнице, были изданы его женой Сарой в Лондоне в 1829 году. В 1823 предпринял научно-исследовательскую экспедицию в Западную Африку, намериваясь добраться до Тимбукту по Гвинейскому побережью, но заболел дизентерией и 3 декабря 1823 года умер в деревне Гвата в возрасте 45 лет. Ну, так вкратце из википедии переводной о Джованни Батисто Бельцони, итальянском археологе и коллекционере, известном как Шакал Пустыни. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, узнали что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok